Ну и завершая, вот программа «Отворим городок 2.0», которую мы уже больше двух лет формируем, она сформирована, она является сейчас нашим флагом, это действительно флагманский проект всей Новосибирской области, безусловно, ну и всей страны, но получается, что реализация этой программы, она сейчас требует каких-то отдельных, неимомерных усилий, причем по конкретным точкам, вот здесь хотелось бы тоже сформулировать просьбу, ну, может быть, вернуться на шаг назад и общий подход, так сказать, реализации этой программы, может быть, государственная программа может из этого получиться, а не только отдельные фаиты, которые мы сейчас пытаемся продвинуть. 60 лет назад, когда создавался Новосибирский академ «Городок», это был аттрактор для всей страны, и многие сюда ехали, молодые, амбициозные ученые, научные сотрудники из Москвы, вот Василий Михайлович из Казани, Владимир Константинович, и так далее, они ехали сюда, и, конечно, здесь давали квартиры, здесь давали зарплаты, здесь была, так сказать, карьерная перспектива. Сейчас, по сравнению с другими регионами, этих преимуществ, ну, как бы, нет. Даже, вот, уже плечо в языцах, ну, та самая удвоенная зарплата средняя по экономике региона, нас ставит, ну, в такое, так сказать, неконкурентоспособное положение, по сравнению с другими регионами. Вот, и тоже хочу на это обратить внимание. Ну, в общем, все, спасибо. Валентин Николаевич, если можно, две реплики я отпусти. Я в гостях, поэтому, Паша, не знаю, Валентин Николаевич. Первое, что я хотел обратить в Ваше внимание, что вот в рамках вот этих нефтяных работ, которые мы ведем, нам удалось активно взаимодействовать с нашими ведущими компаниями. У нас мощные контракты и довольно устойчивость с Роснефтью и с Газпромом. Газпром, согласие президента, принял такое решение, что вот нашему институту они имеют право заказывать работы без вне конкурса. Это было специальное решение Газпрома, и в документах их это прописано. С Газпромом нефтью мы активно взаимодействуем. Мы очень сдержаны, мы не можем в силу режимных соображений очень много пускать сюда иностранных гостей. В систему я не могу его за компьютер посадить по существующему рентину. И поэтому вот то требование, которое часто выдвигает министерство, большое количество иностранных студентов в Новосибирском университете, которые всю прикладную работу, дипломники, все идет через институты. Там это невероятная сложность, пустить иностранного студента, казаха, китайца и так далее, в институт мы не можем. Этот вопрос как-то надо прорабатывать и надо потихонечку снимать. И второй вопрос, вот тут поднимал кто-то из моих коллег вопрос о аспирантуре. Но представьте себе, что происходит в Мехтянке. Чем лучше мы преподаем, тем для нас лучше. В Новосибирском университете мы готовили для себя кадры. Теперь у меня кончает студент, отличный студент. Я вам предлагаю аспирантур. Он получит стипендию 7500, а мы всеми правдами и неправдами дотянем, чтобы он получал 25. В основном на полставки и все прочее. Если он уходит в компанию, то он уже в первый месяц в троечник будет получать минимум 40 тысяч. Хороший студент будет получать 80-100 тысяч. Сейчас ребята, которые кончали вот кафедру, которую я руководил, являются или главными инженерами, или директорами многих компаний по гидроразрыву. Вот пригласили парня в Казахстан, моего выпускника. Он получает миллион в месяц. А аспирант кончает три года. Мы ему в лучшем случае дадим 30 тысяч. Тогда он говорит, ну я уж пойду лучше туда. Поэтому смена поколений у нас будет происходить очень тяжело, если мы не решим вопрос и материальной заинтересованности тех людей, которых мы оставляем. Вот это очень тяжелая проблема. И вот у Николая Александровича она меньше, потому что там нет такого дикого бизнеса, как в нефтянке. А у нас это просто невозможно. У нас приехало сотни людей. Ну и есть. Так, коллеги, мы уже 7 минут выбились из режима, а Валерий Николаевич еще не дали слова. Ну это ситуация, да, это ситуация обычная. Я думаю, это, тем не менее, не повод нам не завершить, не продолжить общение. Если можно тогда, Валерий Николаевич, все, да, все, кто хотели бы высказать. Я хочу в первую очередь поблагодарить, хоть я и выступил инициатором, позвонил Анатолию Пантелейовичу, прошу прощения, с тем, чтобы вот Аксакалу, уж извините за такую метафору, пригласить и послушать и относительно сибирского отделения проблемы, перспективы, что беспокоит, о чем голова болит. И относительно российской науки, хотя одно неотделимо от другого, и подменялись с Анатолием Пантелейовичем. Спасибо, что Валерий Николаевич подключился и такая встреча состоялась. Для меня это, поверьте, очень важно, поскольку ваша жизнь неразрывно связана, вы историю каждого вопроса знаете, вы помните, как это было в советское время, как это было в сложные времена, в 90-е, как это менялось в нулевые, и что мы имеем сегодня. Вот любое явление мы с вами представляем, надо в динамике смотреть и оценивать в том числе. Я отдельное слово благодарности. Вот сегодня кто-то сказал, что это не свойственно, по-моему, Василий Михайлович, да? Для меня это тоже не свойственно. Правда, я гадостей тоже не говорю, но и редко, всего разных причин, добрые слова Андрея Александровичу высказываю. Хотя бы потому, что в таком качестве мы с ним еще не встречались. Но я хочу, вот, почти полный рабочий день мы провели, сказать огромное спасибо и присутствие именно академического сообщества, потому что губернатор неформально относится, а болеет. Что, в общем-то, не то чтобы необычно, но очень важно, поскольку сейчас вы знаете очень серьезный вектор, обозначенный президентом, на то, чтобы изменить ситуацию с наукой и с высшим образованием, с образованием именно в регионах. Андрей Александрович возглавляет рабочую группу Государственного Совета, он вовлечен. Кстати, завтра мы будем как раз обсуждать вопросы пересборки национального проекта наука. Но это все такие формальные бюрократические вещи, которые протокольно зачастую нам приходится выполнять. Я просто вижу вовлеченность, понимание ситуации, знание вопросов людей, отношения людей вижу в институтах к губернатору. И мне кажется, что это очень важный такой момент для нормального движения вперед. Хочу вас заверить, что мы с Андреем Александровичем уже обменялись, и у нас еще впереди полтора дня общения. Мы много размышляем о самых важных вопросах, в том числе Академгородок 2.0. То, что подготовлено, я понимаю так, это уже в высокой степени... Самое главное, понимание есть и консенсус внутри, да? Надо стало самой малость, найти только ресурсы для того, чтобы двигаться вперед. Теперь по сути некоторых вопросов, которые были высказаны. У меня завтра будет полгода с момента назначения на должность, и я на первом заседании президиума Российской Академии Наук озвучил. Хочу еще раз подчеркнуть, что всегда воспринимал Академию и до сих пор воспринимаю в новом качестве, как большого такого очень серьезного стратегического партнера. И при этом понимая, что между Министерством, Академией накоплено... То есть они вместе прошли последние 7-10 лет непростой путь. Накопилось много противоречий, давайте будем откровенно говорить. Недоверие есть, и есть ошибочные решения, которые тоже, может быть, эффективно на диалогу мешали. Но только путь такого прямого диалога, или прямой постоянный диалог, умение слушать друг друга, умение идти навстречу, это, мне кажется, позволит нам, опираясь на то непростое прошлое, сегодня же много звучало, справедливо было сказано, мысль о том, что, ну как ни крути, назад мы все равно не вернемся в полном объеме. Мы не сможем откататься туда и заново сделать, в силу многих-многих причин. Но и Министерство, и Академия наук в широком смысле, я Академия наук в данном случае говорю, не только как сибирское отделение и РАН как организацию, но в широком смысле как совокупности институтов в том числе, такая некая, сейчас можно говорить, экосистема, мне кажется, что это просто система научных институтов, и все было выверено, отлажено, и это все функционировало, приносило большую пользу. Поэтому наша с вами встреча и тот диалог, который сегодня мы ведем с Академией наук, последовательно, шаг за шагом, это выстраивание доверия, принятие совместного обсуждения, принятие совместных решений. В качестве примера, сегодня Валерий Анатольевич упоминал про издательскую деятельность, про политику журнальную, в самое ближайшее время мы договорились перед тем, как я, в пятницу прошедшим был Академик Ахлов, до этого мы с Александром Михайловичем Сергеем обсуждали, надо принципиально по-новому посмотреть и на издательскую деятельность, и на журнальную политику. Здесь такое количество сложных вопросов накопилось, зачастую звучат взаимоисключающие требования. Мы понимаем, с одной стороны, что мы с вами включены в исследовательские сети, мы не можем не публиковаться в зарубежных журналах, но при этом мы отдаем себе отчет в том, что интеграторы это коммерческие ребята, решающие свои задачи, и при этом мы понимаем, что публикуя только у них в лучших журналах, мы тем самым непроизвольно ослабляем себя. Мы понимаем, что у нас исторически были и есть сильные журналы, и надо дать возможность новым журналам, возникшим в последние годы, встать, извините, на крыло и продвигать свои знания. И это надо сделать, опять же, без ущерба для самих себя. При этом мы понимаем, что сегодня часть российских журналов, которые якобы статусные, они не имеют российской прописки по-настоящему, а гражданин иностранного государства, нашего геополитического противника, уж извините, он по существу окормляет это все, сообщество, эти журналы. И это тоже данность, которую надо принимать во внимание. В общем, ситуация не такая простая. Здесь нет таких королевских решений, что ты бы достал Саблю, извините, и разрубил этот город Диафузил одним решением. Поэтому я хотел бы, чтобы вновь принятые решения, они были консенсусными, чтобы сообщество поддержало. Но то, что есть воля к тому, чтобы принимать сложные решения, и есть ресурс у нас, в этом я вас могу заверить, коллеги, а готовности у нас более чем достаточно. Поэтому давайте посмотрим. Тут, знаете, тоже надо какой-то найти разумный компромисс между тем, чтобы публиковать и транслировать в мир лучшие достижения нашей отечественной науки. С другой стороны, сохранить русский язык, и для гуманитариев это особенно важно, публикации на русском языке. Да и, как мне кто-то сегодня сказал справедливо, даже для естественников, если мы перестанем публиковать свои статьи на русском языке, а будем только публиковать, что нас следующим ждет. Нас ждет то, что мы скоро преподавать, мы утрачиваем будем и научный русский язык. Мы, значит, преподавать будем тоже вынуждены только на, хоть и говорят современной латыни, то, что вынуждены будем преподавать только на английском языке. Это неплохо, в том смысле, когда мы говорим про иностранных студентов, да, но мы же не можем государственный язык Российской Федерации, одну из системообразующих элементов нашей культуры, утрачивать, в том числе в таком важном, касаясь такого важного пласта, как наука, да, это важный, важнейший пласт культуры просто. Я это все понимаю, сознаю, поэтому, может быть, отвечая на вопрос, который звучал про особое значение гуманитарных наук. Что касается размещения компаний на пространстве Востока страны, я разве что Сургутнефтегаз вспоминаю, по-моему, они пока в Сургуте зарегистрированы, может быть, это единственный редкий пример, благодаря Владимиру Леонидовичу, что они остаются. Есть еще и иркутская нефтяная компания. Ну, она по масштабам все-таки не такая, да. Честно скажу, вряд ли мы с Андреем Александровичем эти вопросы решим, но способствовать готовы были бы, в силу... По крайней мере, очень хотим. В силу моей прописки Сибирской инженерной центры хотим. Конечно, конечно, в этом смысле я понимаю. Конечно, понимаю. Я каждый из вопросов не буду комментировать. По гранту Президиума Российской Академии Наук могу сказать, что здесь, опять же, мы сохранили и приумножили в этом году, в два раза увеличили объем финансирования этих грантов, их будет 40, на это дали 4 миллиарда почти, поэтому шансов получить этот грант больше. Министерство примеет к этому отношение. Я посмотрю, конечно, мне интересна даже у вас такая конструкция, где ЦОРАН выступает в качестве организации участника. Но там у нас Александр Михайлович по договоренности. Он сказал, что это решает полностью министерство. Я могу сказать, что приказ подписывает министерство сопредседателя Сергеев и Люлиев, замминистра и президент РАН. Но я Василию Михайловичу слышал, обязательно посмотрю в этой части. У Большой Академии, как мы называем, в Москве нет этого в уставе, а в нашем уставе есть разрешение. Но вот поэтому вы и участвуете. Поэтому вы и участвуете. И это будет очень красивый пример. Честно сказать, там на итоговую, если мне память не изменяет, на финишную прямую выходило что-то порядка 300, было 800 заявок. В итоге 300 прошли квалификационный отбор на 40 грантов. Но что-то порядка 100-150 более-менее серьезно претендовали. И я до сих пор пока даже не вникал, не вмешивался. Там два или три заседания были представители министерства и Александр Михайлович. Но посмотрим, посмотрим. Каждый коллектив считает свою заявку достойным. Несколько раз сегодня прозвучало, и нам, наверное, стоит об этом подумать отдельно. Я так понимаю, с момента создания, в конце 50-х, в качестве одного из принципов заявлялась междисциплинарность и комплексность Сибирского отделения Российской Академии Наук. Анатолий Пантелеевич об этом сказал, и ряд коллег сказали. Я так понимаю, здесь беспокойство связано с тем, чтобы вот этот особый ген сибирской науки, он не был утрачен. Мне кажется, здесь очень важно развивать все формы интеграции, кооперации разумной. То, что сегодня мы и наблюдаем. Мы заслушали и пообсуждали очень хороший пример научного центра мирового уровня и Мегамат-центр. Неплохой пример московской и сибирской науки в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, имею в виду Института цитологии и генетики. И сразу хочу сказать, в новом такте реализации национального проекта наука мы еще больше, наверное, уделим внимание именно разным формам интеграции. Но только разумной интеграции, потому что сегодня очередной запрос. Интеграция должна сопровождаться более четким правовым статусом вот этих консорциумов или партнерств между научных организациями между собой и университетом с научными организациями. Университет, как составная часть экосистемы Сурана и вообще особое внимание, ему, мне кажется, сегодня уделяется. Но тут инфраструктурные решения важны. Если нам удастся сделать то, что предусмотрено в рамках проекта «Академгородов-2.0», то все эти, мне кажется, его развитие просто предопределено. Сегодня он в хорошей форме, университет, и вы знаете, он наверняка им гордитесь, так же, как и все сибиряки, поскольку ему удается невозможное, так же, как и Камичам, но вам еще больше, удается завоевать первые места в самых престижных рейтингах, зачастую даже, обходя наши лучшие столичные университеты. И это по праву, это заслужено. Я каждое предложение комментировать не буду, но все, что было сказано, так или иначе записал, и возьму обязательно в работу. Может быть, поподробнее хотел бы, Валентин Николаевич, может, вечером мне подскажет. Прозвучала идея успешного опыта создания молодежных лабораторий. В рамках какой программы? Подскажите, пожалуйста. Это у нас проект «Наука». В рамках у нас проекта то, что создали? Да, вот как раз это роль сибирского отделения, как структуры, которую научно-методическое руководство оказывает. Значит, мы согласовывали тематики создания этих лабораторий. Для того, чтобы они попали именно под программу комплексного развития сибирского отделения. К сожалению, только в 2019 году шли молодежные лаборатории, институты. В 2020 году они пошли в университеты. Значит, это уже меньше согласовывалось, хотя мы делали поддержку. И мы не знаем дальнейшее развитие. Но продуктивность очень хорошая. Почему? Потому что одна из главных проблем современной молодежи – это отсутствие системы воспитания лидера. Лидера в науке, человека, который взял бы на себя ответственность в формировании тематики, руководства коллективом и так далее. Вот эти лаборатории, они помогают. Хорошо, в завершении мне понравилась идея. Я жду, если Сибирское отделение Российской Академии Наук выйдет с этой инициативой на министерство, я обещаю проговорить в самых высоких кабинетах. Но нужно хорошее обоснование – создание института прочности. Другой разговор, что надо посмотреть, где сегодня в России у нас компетенции по этому направлению. Они разбросаны просто. Они разбросаны, тогда возникает вопрос, всегда надо концентрация, то есть где будет ядро и какие есть предпосылки для этого, что необходимо. Понимаем, что создание любой новой структуры требует определенных инвестиций. И надо будет несколько понимать, кто у нас лидерами будут научных направлений здесь, какие задачи мы решим именно здесь, в этом регионе, почему именно здесь надо, хотя мне кажется, это очевидно. Это, опять же, междисциплинарность известная и уже хорошая созданная атмосфера, среда для подобного рода проекта. Поэтому я с удовольствием готов рассмотреть, и давайте попробуем обсудить это на других уровнях, хотя наших с вами полномочий достаточно для того, чтобы такое решение принять. Спасибо большое за такое искреннее, по-сибирски, открытое, доброжелательное общение. Я отчасти только прощаюсь, потому что у нас сейчас продолжается. Сегодня мы весь день работаем с Андреем Александровичем здесь, на территории Академгородка. Сейчас поедем в гости коллегам из Института, если я правильно понимаю, в химической биологии и фундаментальной медицины. Ну и Институт катализа. Еще Институт катализа, да. В какой последовательности? В начале нас в программе химической биологии и фундаментальной медицины. А сначала биологи. Да. Валим Дмитриевич. Да. Так, куда едем туда? КВАК? КВАК, заявлено. Спасибо большое.